Научились строить! Мы 4 года ждали хоккей в Омске! Вань, я в шоке, когда они забросятся. Это как второй дом. Самая лучшая арена в Компиональной Хоккейной Лиге на данный момент. 3, 2, 1, ГОЛЬ! Всем привет! Меня зовут Иван Трегубов, а за моей спиной новенькая G-Drive-арена. Я прилетел в Омск на историческое событие – открытие этой замечательной красотки. Это будет крутейший влог. Погнали скорее смотреть его! Уже весь Омск потихонечку стекается сюда, хотя еще целых где-то 2,5 часа до матча. И этого наконец-то очень радует, что все сюда, все сюда идут и пораньше, потому что «Авангард» приготовил сегодня множество событий для болельщиков. Это историческое событие, которое ждали 4 года болельщики «Авангарда». Просто, просто кайф! Я поздравляю всех амичей, я поздравляю всех, кто болеет за «Авангард». Я поздравляю вообще всех болельщиков хоккей, потому что они получили такую арену, на которой просто обязательно нужно побывать каждому. Так что, ребята, всем совет – покупайте билет в Омск, покупайте билет на хоккей и наслаждайтесь просто замечательным, ребята, видом. Вот он он, вот он, шикарный вид «Драйв-арены». Да! А что за поддельные такие эмоции, я не понял. Это самые искренние эмоции. Самые искренние эмоции. Мы 4 года ждали хоккей в Омске. О чем ты говоришь? Какие поддельные эмоции? Монументальное здание, да? Шикарная арена, грандиозная такая. А не фейк? Вы уже трогали арену? Нет еще? Нет, пойдемте потрогать. Я еще не дошел. Пойдем потрогаем. Может, это фейк? Пойдем потрогаем. Настоящее? Научились строить! Мне на вас показали и сказали, что вы говорили о том, что «Авангард» больше никогда не вернется в Омск. Нет, это неправда. Это неправда, ошибаются ребята тоже. Точно? Конечно. Ну нет, прямо на вас показали. Мы первые говорили, кто сказал, что вернется. Да? Хочешь докажешь? Он подтвердит мои слова, а я его. Это исключено, потому что я не знаю, кто вам дал такую информацию, это исключено. Я всегда верю, что «Авангард» вернется в Омск обязательно. Я об этом ничего не знаю. Мы никогда такого не могли сказать. А кто говорил? Не, я не знаю. Это какие-то большие валенчики, это не про нас. Я за «Авангардом» все четыре года ездил, где бы они ни были. Ты как оно, потаскало жизнь? Потаскало! Закалило! Мы сказали? Здорово! Ха-ха-ха! Не, это вы, это, других, наверное. Авангард всегда. Это знаете, кто сказал? Кто? Полежаев. Полежаев? Да, он говорит, нет, все, теперь только высшая лига будет. Так, прикол. Константин Леонидович, наши вернулись? Ха-ха-ха! Зря вы так подумали. А его пригласили, кстати. Вот, кстати, хотел у вас спросить, он может здесь? Может быть. Там деревянный стульчик у него такая, табуреточка с края где-нибудь. В квартире. Ха-ха-ха! Вам как? Нам... Очень круто, масштабно очень. Вот на самый последний ряд сегодня залезем и посмотрим, как там чаша. Вообще так-то красивая. Это просто пушка! Пушка! Ну что, ребятки, я иду это делать, поднимаюсь на самый верх, чтобы посмотреть, как с этой малышки видно вот эту вот всю красоту, ребята. Вау! Эта красавица вмещает 12 тысяч зрителей, под концерты чуть больше, потому что внизу где-то рядов, я не знаю, наверное, ну 7-8 убирается. И, соответственно, площадка становится больше. И эту арену не просто так называют арену возможностей. Все дело в том, что здесь можно проводить разные-разные мероприятия. И, соответственно, руководство «Авангарда» говорит о том, что здесь будет много всяких различных нехоккейных мероприятий. И это круто. Точка притяжения всего Омска, потому что, условно, вот как в Краснодаре, да, есть замечательная арена, есть замечательный парк. Вот примерно так же и будет здесь, в Омске. Ну и что хочется добавить? Это, на мой взгляд, первая арена, которая полностью соответствует цветам клуба. Все кресла красные, ограждения черные, и самое главное, что потолок. Потолок тоже черный, возможно, вы сейчас, хотя, наверное, видите, я думаю. И это просто решение великолепнейшее. Выглядит очень круто. Обычно, конечно, металл серый, он немножко отвлекает, немножко такой, как бы, вид получается. А здесь особо не давит на глаза и особо в голову вверх не поднимаешь. Поэтому просто круто. И вот наконец-то, наконец-то видно, чья это арена. Видно, чьи здесь цвета. И поэтому просто, просто респект. Самая лучшая арена в контентальной хоккейной лиге на данный момент. Самая лучшая. Просто нереальнейший вид на это все действие. Вот даже отсюда, я здесь, остается всего, наверное, сколько, 10 рядов наверх. И просто видно всю площадку, просто великолепно на самом деле. Так что я в восторге, ребята. Так что кайф, 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 кайф. И еще раз я поздравляю всех жителей Омска с таким историческим долгожданным событием. Ну что, ребята, я нахожусь в центральном фойе, где все-все-все встречаются. Это такое место встреч для всех болельщиков. Здесь сразу два кафе находятся. Здесь сразу магазин атрибутики. И я думаю, что давайте мы начнем из всего. Потому что арена начинается как раз с покупанием классного мерча. Ну и конечно же, конечно же, главный бренд страны, атрибутик Кэн Клаб. Здесь один из главных партнеров хоккейного клуба Авангард, лицензионный партнер. Подготовил вот такую вот красоту. Прям вау, вау, вау. Вау, ребятки, ну что, просто офигенный флагманский магазин, который находится здесь на арене. Я надеюсь, что он и будет работать не только в Днемачи. Так что приходите, закупайтесь. И вот, видите, даже клюшечки. Короче, супер оформление, так что лайк. Найси настоящее. И болей за свой любимый клуб. Погнали дальше. Время погулять по фойе. И все такие, типа, ничего себе. Ребят, я вас прекрасно понимаю. Я в точно таком же состоянии сейчас нахожусь. Я не устану повторять. Обязательно посетите эту арену. А вот тот самый второй свет, про который здесь говорили. Там заходишь и можно здесь подняться на второй и потом сразу уже на трибуны. Ну и, соответственно, можно стоять вот здесь. И также еще вот чуть пониже тоже вот здесь вот есть такой прикольный балкончик у окошек, чтобы посидеть, отдохнуть. Реально мест для отдыха. Если ты уже немножко подустал ходить туда-сюда по фойе, можно спокойно присесть с напитками, с едой и наслаждаться эстетикой этого замечательного дворца. Реально, это дворец. Помимо флагманского магазина, еще в фойе есть несколько точек продаж. И вот таких вот мини-магазинов, как бы здесь, где можно также купить атрибутику. То есть, получается, я уже таких видел два и еще несколько небольших. То есть, получается, стоять сильно в очереди не надо и между останется всем. Так что, ништяк, ништяк. Здесь много внимания уделялось. Внимание, все нормально. Авангард чемпион! Я знаю, что ты говорил, что Авангард в Омск больше не вернется. Кого я такого не говорил? Ты че? Да, мне говорили. Я был в Москве, когда мы были на финале. Я сказал, что Авангард будет в Омске, мы заберем весь кубок здесь, в Омске. И вот этот сезон мы заберем Омский, Гагаринский куб. Мы заберем этот кубок. Или куб, который там классный, кстати. Нет, мы кубок заберем, Гагарин, здесь в Омске. Через сколько? Вот в этом сезоне мы заберем. Давай. А если нет, что сделаешь? Забреваешь бороду свою? Давай. Давай. Как вам? Отлично. Все супер. Где искрые эмоции, там мокрая штанина. Это было 22 сентября, когда Ястреб играли. Страшно. Высоко, да, немножко? Да, высоко. Ну а вид? Вид обалденный. Все видно. Я в Балашике был, на Чемпионске был, везде был. Я из Омска, но живу уже в Москве, приехал специально. Она переезжает, наверное, обратно. Ну, хотелось бы, конечно, красавец такой, елки балды. Моя очередь погулять, потому что здесь есть пространство между, скажем так, первым, таким, как ярусом назовем. Вот это большой второй, потом третий, и получается и вверху еще четвертый. Наверное, вот так можно разделить эту замечательную арену. Что-то нереальное, что-то нереальное. А вот они, те люди, которые будут следующими праздновать и принимать замечательную арену уже в Новосибирске. Им привет, кстати. Новосибирск тоже в сердечке. Ну что, ребята, вот и стартовал первый официальный матч континентальной хоккейной лиги на новой арене G-Drive. Погнали! Музыка Давай, реклама! Музыка 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 ЖЭС-Иван! 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 Ну что, ребят, в целом, как и прогнозировалось, первую шайбу забросил на этой арене не Авангард, а Сибирь, Новосибирск. Ну, скажу так, Сибирь большая, поэтому нормально, нормально. Ну, естественно, Авангард нервничал, ошибался, очень, я говорю, желание превысило все остальное. Вот, ну ничего, это только первый период. Че ты орешь-то? Блин, Вань, я в шоке, когда они забросят уже у Арсения, у Серого, даже у Вани был момент. Когда это орют уже? Восьмого. Восьмого числа? Нет, сегодня, сейчас хочу. Одно из фишек этой арены, есть два таких бизнес-клуба, и как говорили проектировщики этой арены, то принимал дизайны, это было взято из футбола. И объясняется тем, что никто не хочет уже как бы просто в закрытой ложе смотреть как бы хоккей, и хочется немножко быть ближе, быть ближе ко льду и уже там смотреть. Сейчас мы выйдем и посмотрим. Вот такой вот бизнес-клуб, там за стеклом находится еда, можно посидеть с столиками, спокойно поесть, а потом уже выйти вот за эти столики и уже смотреть как хоккей, без всяких стекол. Ощущая полную атмосферу трибун, нокал, эмоции и так далее. Поэтому респект создателям за такую фишку. И получается, что здесь два таких бизнес-клуба. Этот чуть повыше находится, G-Drive бизнес-клуб, он чуть ниже. Так что вот так вот по красоте. Уже абонементы сюда раскупили полностью. Так что это были самые продаваемые, скажем так, ложи, как бы бизнес-клуб, которые выкупили здесь на арене. Ну еще бы, кайф, все смотришь, хоккей, пьешь пиво, стучишь, болеешь. Так что лайк. Субтитры сделал DimaTorzok А тем временем закончится второй период и Авангард сравнял, сравнял. Я в это время был в фойе, в магазине. И даже там я услышал просто нереальную поддержку клубу, что они прям просто орали гол, погонь. Так что счет после второго периода 1-1, вся интрига жива. Это кайф. Так что болельщики Омского Авангарда могут чуточку успокоиться. Обычно новая чем-то пахнет всегда. Чем пахнет эта арена? Едой, мне кажется, пахнет. Потому что слишком много кафе здесь находится. Ты недоволен? Нет, отлично. Всегда поесть можно вкусное. Сколько ты уже сажал хот-догов? Пока что один. Всего лишь. Поэтому и Авангард от душа и бы забросил. Пойдем сжать еще. Чем пахнет вот эта арена? Счастьем. Так, еще чем? Ну, так же. Все? Да. Ты счастлив? Да. Это все потому, что только что из туалета вышел? Нет. Туалет не притем. Вот так же и Авангард сегодня играет. Да, блядь, правой рукой неудобно. А ты левша, что ли? Ну, конечно. Дружище, у тебя что-то прилипло. Что-то прилипло. Прилипло, это Прилепин. Прилепин, прилипка Авангард. Нас семейный подряд, короче, мы ездим туда-сюда. Кстати, это, я видел тебя, блогер. Да, спасибо. Хоккейный, хоккейный, как это видео. Хотелось бы, чтобы ребята, те, которые выходят на лед и создавали ауру победителя в этой новой аресте. Тогда надо вас выпустить на лед. Не, хватит, сколько можно. Я их поддержу с трибуной. И что вы им будете кричать? Вперед, Авангард! Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Мы видели все сами. Авангард вышел вперед. Добросили в большинстве шайбу. Вся арена стояла на ушах. Это было просто фантастика. И сейчас снова удаление у Новосибирска. Ну, я думаю, мы уже видели и заценили этот прекрасно замечательный куб. Просто кайфовый. Тоже одна из фишек этой арены. Нигде такого куба нет. Нет ни одного острова угла в нем. И мультимедиа прям просто шикарная. И вы еще видели, я думаю, что вот здесь показан счет для тех, кто смотрит снизу. Это на самом деле очень-очень удобно. Так что, то есть получается не только внешне, но еще внутри есть несколько, точнее 4 мультимедиа экрана. Ну и что самое клевое, это то, что он российского производства из города Йошкаралы. Так что, ребятам, респект просто за такой великолепный мультимедиа куб, которого до пега и до пегища возможностей. Ну а как еще, это же арена возможностей. Вот. Так что, ну и конечно же, здесь два медиа кольца, которые, ну, как раз создают просто, я не знаю, эстетическое удовольствие, находясь здесь. Надеюсь, болельщикам так же, а острая атака, острая атака. Авангарда закончилась ничем пока. Счет 2-1, остается 5 минут до конца третьего периода. Ну что, ребята, 30 секунд остается до конца матча, уже 20. Давай, 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 первая победа. Блеска, и чуть-чуть хотел кто-то забросить пустые ворота, но нет. Но нет. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Го! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 как вот поддержка от болельщиков то что они вот близко ко льду и вот это вот прям давление гонят команду вперед но вот это в этом весь кайф потому что это их энергия просто не на любовь там и поддержка передается вообще нереально потому что они очень близко ты их видишь все вот ты зашел сколько несколько дней назад сюда очень пахнет не ну новизной пахнет свежее все такое видно знаешь как как новую машину заходишь также в новый дворец тут все очевидно самом деле как бы здесь все очень просто допустим даже когда были там в балашке или где-то на другой арене допустим про играют сыграли матч и все это что-то 1 1 быстро и свалили или или от тренировали сделал а тут короче у нас по зона сейчас все торчат по два часа после тренировки на это как второй дом все думают зачем квартиру снимать стивил там чё на ней если разрешат смотри прям спа я потому что сидит чем бать то есть теплая ну что ребята вот и закончится этот замечательный видос историческое событие для всей континентальной хоккейной лиги для всего российского хоккея новенькая джидрайв арена которая просто восхитительно и поэтому я еще раз рекомендую при тех от сюда прийти на хоккей и просто кайфовать от нашей любимой игры иван трегубов канал все хоккей обязательно заряжай лайк и спасибо что ты смотришь мои видосы и конечно же подписывайся увидимся в следующем городе пока ну как арена земляки подписывайся увидимся в следующем городе